Сохранить историю предков и передать ее следующему поколению. В национальном поселке Налименос этой архиважной задачей на протяжении долгих лет занимаются работники местного музея. Колыбель истории поселения хранит уникальные фотографии и предметы быта. А хранительница музея Александра Лаптандер делится не только бесценными вспоминаниями, но и прививает любовь к ниньской культуре, а главное к родному языку своих земляков. О тех, кто бережно хранит национальную культуру в материале выпуска. Александра Лаптандер – яркий представитель коренного населения региона. Родилась в Нальмином Носе и всю жизнь посвятила себя служению своей маленькой родине. Сегодня Александра Григорьевна заведует поселковым музеем и не только хранит историю поселка, а считает своим долгом привить любовь к родной культуре и языку маленьким нальминчанам. Мы живем в национальном поселке, в ниньском автономном округе. Мы должны знать свой язык, хотя бы азы. Но так уже дети у нас не говорят. Понимать кто-то понимает. Наш возраст вот мы понимаем и говорим. Я вот владею чисто ниньским языком, а дети наши уже не говорят. К великому сожалению. Переход на оседлый образ жизни привел к неизбежному обрусению ненцев. Услышать ненецкую речь в поселке можно разве что из уст старшего поколения. Но старожилы не отчаиваются. С малых лет преподают родной язык сначала в детском саду, а затем и в школе. Уроки краеведения и тематические мероприятия проходят здесь, в стенах музея. В общем, все, что касается нашего быта, обычаев, примет, это все учим детей. Весь учебный год. Да, весь учебный год. Это у них как дисциплина, они приходят? Да, с января по июнь. Сейчас они отдыхают. Но мы сейчас тоже провели уже два мероприятия с Татьяной Павловной на улице вот здесь. Тоже прыжки были через нарты. Макет чумы. Макет чумы. Дети сами собирали два чума. Полюбили маленькие жители поселка и уроки ненецкого языка. Через игровые формы методисты преподают детям родную речь и всегда радуются их успехам. В нашей съемочной группе Александра Григорьевна рассказала об особых успехах мальчика Захара. Уходят они. Следующее занятие такого-то. Принесете мне два ненецких слова. За порог не пущу. И они когда приходят, бегут сюда. Соревнования делают, например, две группы. Назвать утварь чума, который команда победит. Девочки пишут и кровати, и утюги все эти пишут. А он написал латандо. Ни у коней был я учерки. Латандо, это видите, крылышком этим подметает чум. Он уже был в тунере, он знает латандо. Для познавательных уроков ненецкой культуры и языка в местном музее есть все необходимое. По меркам сельских поселений у учреждения богатый фонд. Некоторые экспонаты со столетней историей. Вот это очень древняя вещь. Она старенькая, это видите, помоложе. Эту хотели выкинуть, лаптейка называется по-немецки. Тут хранили посуду. Видите, вот эта-то помоложе. А эта лет 200, если не больше. Ее чердака принесли, хотели выкинуть на свалку. Таких раритетных экспонатов в музее много. Сейчас добрая половина из них хранится в закромах. В комнатке, где ютится учреждение культуры, для них просто нет места. За время своего существования с марта 90-го года музей переезжал семь раз. Сейчас колыбель поселковой истории арендует квадратные метры в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. В прошлом году аварийным признали старое здание этнокультурного центра, почти ровесника посёлка. Здание под снос, а все работники культуры, в том числе и музеи, переехали в ФОК. Спортивные секции, кружки по интересам, репетиции самодеятельного коллектива Мэмбава теперь проходят под одной крышей. В тесноте да не в обиде, но для музея такие условия губительны. Эта люлька полезла, видите батареи, а для неё же прохлада нужна. Подходящего здания для этнокультурного центра, который вместил бы всех работников культуры, самодеятельные коллективы и музейный фонд, в посёлке нет. Сегодня речь может идти только о строительстве нового объекта. По информации окружного департамента образования, на сегодняшний день строительство нового здания этнокультурного центра находится на стадии рассмотрения.